Итак, это основы биржевой торговли, лекция 74. Знаете, стало модно говорить в последнее время про инфляцию. Этот тренд довольно сильно нам задает американская монетарная система. И я так подумал, блин, а почему бы не побыть немного популистом. Я сделал отдельно взятый пост про инфляцию, который опубликовал в субботу. Я тут указал виды инфляции, первопричины, последствия инфляции. И давайте теперь в этом видео я затрону, как можно с выгодой для себя именно трейдеру и, возможно, инвестору использовать инфляцию для приумножения хотя бы как минимум номинала капитала. И как максимум это сохранение покупательной способности денег. Потому что об этом вообще в публичном доступе никто не говорит. А я об этом давайте расскажу прямо сегодня. Вот смотрите, начнем, пожалуй, с того, что инфляция представляет собой устойчивую тенденцию роста общего уровня цен. Это в традиционном экономическом понимании. Это то, что нам говорят в экономических учебных заведениях. То есть профессиональные технические учреждения, ПТУ, вузы, высшие учебные заведения, аспирантура и прочее. Вот смотрите, это лишь верхушка айсберга, которую необходимо учитывать. То, что я скажу ниже. В том определении, которое я озвучил сейчас, имеется корень важных макроэкономических элементов. Вот первое. Устойчивая инфляция, это означает, что инфляция является длительным процессом. То есть имеется устойчивая тенденция. И поэтому ее следует отличать от скачка цен. То есть устойчивая тенденция роста инфляции. Смотрите, в традиционной экономике, в развитых странах, инфляция равно росту зарплат, в связи с чем цены на товары народного потребления в том числе растут. Если мы говорим про инфляцию на развивающихся рынках, она немного отличается от того, что принято называть инфляцией. И в этом видео я вам обосную, почему это так. Это та самая проблема, которую многие профессоры либо не учитывают, либо настоятельно ее проходит стороной. Второе. Это инфляция общего уровня цен. То есть это означает, что инфляция не означает рост цен, всех цен в экономике. То есть растут цены на отдельные товары, которые могут вести себя абсолютно по-разному. То есть повышаться в ценообразовании, понижаться, либо оставаться без изменений. И здесь важно учитывать, чтобы увеличился общий индекс цен, который называется дефлятором ВВП. Процессом противоположным инфляции, внимание, является дефляция. Это устойчивая тенденция снижения общего уровня цен. Есть такая тема, которая называется дефляционная спираль. Вот этот трэш вообще трэшовый. Вот смотрите внимательно. Давайте основимся на этой теме более подробно. Как эта спираль вообще выглядит? Первое. Спрос падает, так как потребители ожидают масштабного падения цен. В связи с чем вообще падает спрос? Первая причина падения спроса это монетарная политика национального центрального банка. То есть когда, как правило, ключевую ставку спускают в отрицательное значение. И, к примеру говоря, в Японии мы такое видим уже который год. Ну почти 40 лет. В Европе плюс-минус подобную тенденцию мы тоже наблюдаем. Вот это два, ну вот континент Европы, да, и отдельно это страна Японии. Это вот два хороших примера тому, что из себя представляет дефляция. Вот как бы они не хотели раскрутить инфляционную спираль, у них не получается это. Потому что первая причина, то есть проблемы были именно приняты ранее монетарные решения со стороны центрального банка, так или иначе. То есть в предыдущие годы еще давным-давно, там в Японии это вообще проблема появилась, по-моему, в конце 80-х, то есть в 87-м году. Далее, второй нюанс. Люди деньги не тратят в ожидании того, что цены на товары будут еще ниже. Ну то есть можно будет халявнее купить. Третье, предложение превышает спрос. Четвертое, цены снижаются. Пятое, предприятия сокращают производство или вообще разоряются. Потребление падает. Шестое, растет безработица. Седьмое, спрос еще сильнее падает на те или иные товары народного потребления. Восьмое, цены еще продолжают снижаться. Девятое, обслуживание и выплаты по долгам становятся все дороже. Десятое, банки неохотно выдают кредиты и компания все меньше инвестирует. То есть банки себе в убыток работать не будут, потому что минусовая ставка, ну это трэшок трэшовый так называемый. Вот, либо нулевая ставка, даже вот например при нулевой, ключевой, при нулевом кредите, да вот, насколько я знаю, в некоторых странах такая ситуация эксплуатируется. Как выживают банки при нулевом проценте. Они пытаются заработать со страховых продуктов. Вот, и соответственно, как вообще в условиях дефляции работает банковский сектор. Он работает очень трэшово, максимально трэшово и вот эта модель, она выглядит таким образом, что традиционно банки получают прибыль, вот первоочередную прибыль, это с процентов по кредитам. То есть тело кредита плюс процент. Ну я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но в данной ситуации они получают уже прибыль при дефляционной спирали именно, повторяюсь, с продажи страховых продуктов, которые припаиваются к кредиту, а также с дальнейшей их уже трейдерской деятельности этих банков. Потому что в любом банке находится, скажем так, подразделение трейдеров, которые так или иначе работают на финансовом. Потому что вот те банки, где я раньше работал, блин, там эта система очень широко развита. Вот, я не буду озвучивать те банки, где я работал, это такие масштабные банки. Один венгерский банк, там другие два российские банка. Но я думаю, вы суть понимаете, к чему я веду все это. Далее люди копят деньги и нет желания тратить их и инвестировать. То есть люди копят кэш. Почему? Цены падают, цены падают. Покупать, например, условно говоря, сникерс по 56 рублей, ну, блин, как-то западло. А покупать сникерс по, условно говоря, 25 рублей, блин, вот это прям камильфой, я считаю. Экономия. Далее, цены еще сильнее падают. Тринадцатое. Растут пессимистичные настроения и снижается ликвидность уже финансовых рынков. То есть люди оттуда выводят деньги. Выводят, выходят. В рамках дефляционной экономики. С тем самым падает долговой рынок, снижается в цене. Доходности растут. Тем самым падают фондовые рынки. Тем самым падают потом товарные рынки. То есть, понимаете, дефляция это как кошмар на улице вязов. Вот кто смотрел этот фильм, вы прекрасно понимаете, что Фредди Крюгер это самый криповый персонаж вообще во всей киновселенной. И вот дефляция это Фредди Крюгер. Вот вы спите ночью, да, а к вам Фредди приходит и пальчиками своими этими ножичками по трубам водит. Вот это дефляция. И четырнадцатая последняя потребители ожидают дальнейшего масштабного падения цен. И вот знаете, вот как выходить из этой дефляционной модели экономики? Вот это очень трудно. Потому что, когда раскручивается дефляционная спираль, выход из нее, ну, в рамках одной программы, например, количественного смягчения, да, и, к примеру, программа печатания денег, не получится. Потому что, когда такая дефляционная спираль разгоняется, нельзя выйти на инфляционную модель. Это трудно. Я еще раз говорю, банк Японии тому пример. То есть, сама Япония вместе взятая. И, соответственно, дефляционные ожидания ведут к тому, что население и компания деньги вообще не тратит. А ждут, когда все будет дешевле, дешевле, дешевле. И в результате чего сбережения растут, да, у населения, а потребление падает. При этом накопление не трансформируется в инвестиции. То есть, покупательная способность наличных денег, кэш, имеется в виду, увеличивается. И выгодные деньги становятся хранить именно под матрасом, да, под подушкой, под шкафом, там, не знаю, в трусах. А инвестиции в падающую экономику, напротив, связаны с повышенным риском. Почему? Я еще раз говорю. Вот. Тринадцатый пункт. Потому что ликвидность, наверное, уже эффект толпы работы, сентимент. То есть, один вышел фонд, другой фонд, третий вышел институционал вообще из рынка, да. И прям по цепочке рукопожатие все. Заканчивая физиками. Все выходят в кэш. И в данной ситуации кэш не трэш. Кэш не мусор. Кэш спасение. Потому что если оставить кэш, грубо говоря, на финансовых, в облигациях, в акциях, в товарных, драгметаллах и прочем, цена будет падать на эти металлы. Тем самым у вас будет обласение капитала. То есть, капитал будет снижаться в номинале. И это проблема. Поэтому CEO от кэш. Эффект толпы работает. То есть, инвестиции в падающую экономику связаны с максимальным риском. И банки не желают тем самым выдавать кредиты, потому что залоги обесцениваются. Из-за падения спроса и уменьшения масштаба в кредитовании падает само уже производство, что ведет к безработице. И снижению расходов на оплату труда и к новому витку снижения цен. То есть, это та самая спираль, которую, не дай бог, увидеть в других странах. Особенно в развитых экономиках. Далее. Существует также понятие дезинфляции. Что означает снижение темпа инфляции. В национальной экономике. Главным показателем инфляции выступает темп, он же уровень. Инфляция. То есть, по-английски rate of inflation называется. Ставка инфляции. Вот. И который рассчитывается как процентное отношение разницы уровней цен текущего и предыдущего года. К уровню цен предыдущего года. Такая тавтология. Рост цен приводит к снижению покупательной способности денег. Ну, я думаю, вы понимаете, к чему я веду. То есть, вот условно говоря, у вас есть 100 рублей. В предыдущем году сникерс стоил 50 рублей. В этом году 59 рублей. Михайлович ревет на себе волосы. Ну, жабы душат. Понимаете, жабы душат. А Михайлович, он сладкоежка. Он любит сникерсы. И на 8-9 рублей подорожало. Соответственно, мои 100 рублей превращаются в фантик. Да, и, кстати, промеж делом, знаете, вот, если так подумать наперед, то чем сильнее обесценивается фиат, то есть бумажная валюта, тем сильнее национальный банк, он же центральный банк, придет к политике динаминации. Один денежный знак, ну, например, из 100 рублей один нолик он обрежет. Тем самым, чтобы население потом в своих тачках, скажем, ну, имея не тачки, не автомобили, а тележки, не носили там свои кэши. Чтобы, там, условно говоря, сникерс стоил и дальше, там, не знаю, 5 рублей 60 копеек, да, но не там, ну не 5 миллионов 600 тысяч рублей. Как помните, было в 90-е, гиперинфляция была в России. Труба была. Рубли обессонялись максимально сильно. В первый же год после развала Советского Союза. Соответственно, рост уровня цен, повторяюсь, приводит к снижению покупательной способности денег. Ну и под покупательной способностью ценности денег понимается количество товаров и услуг. То, о чем я сказал на примере сникерса, который можно купить на одну денежную единицу. Если цена на товары повышается, то на одну и ту же сумму денег можно купить меньше товаров, чем раньше, поэтому цена из денег падает. Давайте теперь перейдем к лакомому кусочку. Это виды инфляции, о которых, блин, мало кто знает. О которых не говорят в вузах Российской Федерации, ну и в странах СНГ в том числе. Ну, не говорю, что все, но большинство. Потому что я и сам прекрасно помню, какое качество преподавания было в мое время. Не особо. Когда я еще и профессиональное образование после школы получал, и потом выше, когда меня из одного вуза выковырили, пришлось в другое идти. Ну, так сказать, скандальщики у меня были с ними, с преподавателями. Всегда на почве того, что знания хреновые преподают, а я за знаниями охотился. Я хотел знать больше, чем знал на тот момент времени. А в итоге знал больше, чем преподаватели. Понимаете, у меня никакой эффект мании, не эффект высокомерия, нет. А просто я хотел, чтобы эта система образования мне давала больше информации, больше знаний, чтобы потом я мог их применить как с целью выгоды для себя, так и с целью выгоды для той стороны, в которой я живу. То есть, может быть, помочь кому-то разобраться в этом вопросе, либо уже работать в государственных органах монетарной власти. Одно из двух. Вот я сейчас нахожусь в первом варианте. Помогаю разобраться вам в данном вопросе. Первое. Виды инфляции. Вот смотрите, есть умеренная инфляция. Она измеряется процентами в год. Ее уровень в среднем это 3-5%. Ну, как правило, до 10%. Этот вид инфляции считается вообще нормальным, адекватным для современной экономики и даже считается стимулом для увеличения объема выпуска. Вопросов вроде нет, да? Далее. Галлопирующая инфляция. Это та инфляция, о которой мало кто слышал. Она измеряется процентами в год. Но ее темп выражается двузначными числами. Ну, там 10, 15, 20%. И считается серьезной экономической проблемой для развитых стран и для развивающихся стран в том числе. Далее. Высокая инфляция. Она измеряется процентами в месяц. То есть сотни процентов в месяц. Может быть 100, 200, 300 процентов. Ну, плюс-минус. Точнее, пардон. Измеряется процентами в месяц. И может быть в год. 100, 200, 300 процентов. Это уже труба. И давайте отметим то, что при подсчете инфляции за год используется формула сложного процента. Что наблюдается во многих как развитых, так и развивающихся странах, рынках. Ну, короче, странах переходной экономикой. Например, российская экономика, она еще переходная. Это развивающаяся экономика. Потому что, смотрите, например, если бы все-таки... Давайте посмотрим на историческую ситуацию. Если бы, было бы, что бы, да как бы. Вот представим ситуацию. 1916-17 годы. В России открылась первая фондовая биржа благодаря американцам Citibank в 16-м году 20-го века. Через год, в 17-м году, в 1917-м, произошли значимые события для России, да? Уже появилось становление советской России. И давайте представим такую ситуацию. Если бы... Вот, смотрите, у нас был дробеж двух идеологий в России. Это белая армия и красная, рабочая, крестьянская красная армия, РККА. Вот, если бы белые, к примеру говоря, за республику капиталистическую, но я уже на текущий манер жизни говорю, подавили бы красные движения. Российская демократическая федеративная республика, ну, она же РДФ, как бы она могла называться в то время, потому что уже даже при республиканской переходной власти, в российской в то время республике, при правительстве Керенск, уже шли, ну, так сказать, обсуждения, как страну в дальнейшем развивать, как ее из войны выводить, Первую мировую, да? И, соответственно, что делать с советами. Вот, представим, советы подавили, да? Появилась РДФР, капиталистическая Россия. Мы не будем говорить, что вот там один плохой, а другой хороший. Нет. Мы не будем рассматривать с точки зрения политики. Будем рассматривать с точки зрения экономики ситуацию эту. Проходит сто лет, Россия становится сильной капиталистической державой. Почему? Потому что за последние сто лет именно макроэкономика, весь мировой капитализм, он шагнул в ногу со временем, развивая стильные виды бизнеса, развивая стильные коммерческие структуры. Тем самым ВВП многих на текущий момент развитых стран, он рос в прогрессивной шкале по мере развития капитализма. Вот в чем суть. То есть по мере развития коммерческой отрасли. Соответственно, в текущий период времени, вот, если бы история повернула бы в другой виток развития, да, в России была бы сейчас развитой страной, развитой экономикой так или иначе. Но опять же, здесь можно приводить много изречений, что было бы, если бы, но я вам представлю такой альтернативный сценарий, что если бы ситуация пошла бы по другому руслу развития, то все эти вопросы с гиперинфляцией, которую мы видели в 90-е годы, да, или же вопросы с деноминацией и прочими инфляционными процессами в экономике российской, мы бы пережили в 20-е годы 20-го века. Вот то время было бы эпохальным временем. И с того бы периода времени страна бы шла просто поустойчивой траектории развития экономической. Поэтому, господа, если вы со мной не согласны, в комментариях, пожалуйста, не надо писать изречения матершинные, оскорбительные. Я выражаю то субъективное мнение, которое подкрепляю экономическими реалиями, экономическими данными. Если ваше мнение отличается, то, пожалуйста, давайте не будем конфликтовать из-за этого. Сколько человек, столько и мнений. Далее. Это гиперинфляция. Гиперинфляция измеряется процентами в неделю или даже в день. Уровень, который составляет 40-50% в месяц. Или более там 500 и 1000, 2000, да хоть 10 тысяч процентов в год. Классическая гиперинфляция. Это была Веймерская республика Германия. То есть, январь 22-го, декабрь 24-го. Когда темпы уровня цен составили 1012, да, и в Венгрии на август 45-46-го года, где уровень цен вырос за год, ну, опять же, в среднемесячном росте на 198 раз. Даже могу сравнить гиперинфляцию, вот, в российскую, 90-е годы, когда страна перестраивалась с социализма, да, когда уже 26 декабря 1991 года Михаил Сергеевич сказал, что он складывает полномочия президента Советского Союза, да, и тогда уже там через пару дней выступил Ельцин. Вот, с тем, что все, уже новая страна, Российская Федерация, в рамках сотрудничества независимых государств, этой организации политической, ну, бывших постсоветских республик. И уже с 92-го года пошли глобальные экономические реформы в России. Они ознаменовались, в первую очередь, радикальными шагами. То есть, населением, в свою очередь, деньги потеряли. Покупательную способность рублей. Там еще были вопросы политические тоже на повестке дня, и, соответственно, одно другое накладывалось, и что вызывало гиперинфляционные процессы в стране. Либо даже гиперинфляцию могу вам привести в эпоху перехода от республиканской России к советской России. Например, по-моему, до 22-го года за 1 доллар давали 2,5 миллиона рублей. Гиперинфляция была в России того времени на протяжении 5-ти лет. То есть, ну, примерно, ну, даже 5-6 лет. С 16-го и 17-го по 22-го года вплоть до создания Союза Советских Социалистических Республик. Вплоть до конца декабря 22-го года. А дальше уже Советы взяли курс на стабилизацию валютного, точнее, валютной ситуации в стране. В общем, гиперинфляция – это ужас. Например, мы видим сейчас в текущий период времени гиперинфляцию в Венесуэле. Это ужас. И, соответственно, встает вопрос, такой, знаете, закономерный вопрос. Блин, если гиперинфляция растет в рамках одной страны, национальной одной страны, как спасать деньги? Спасать деньги можно каким путем? Вложив их в иностранную валюту, в более сильную валюту. В 90-х годах это была германская марка. Это был американский доллар. Понимаете? В 20-е годы, 20-го века это был американский доллар. Сейчас это пока еще американский доллар и европейская евро. В будущем это будет китайский юань цифровой, цифровой доллар и цифровая евро. Но это национальная проблема – гиперинфляция. Это в рамках перехода от одной системы политической к другой системе, ну, политической, экономической. Но, а если мы приходим к проблеме международной гиперинфляции, что делать в такой ситуации? Вот, например, сейчас, да, многие армагеддонят гиперинфляцию. Вот даже я вам больше скажу, один момент покажу, который я сегодня постил. Перед вами CPI, инфляция американская, да? И, соответственно, вот я в этом посте написал один важный нюанс, в котором меня просто раньше все хейтили. Я говорил одно время, что инфляция в Америке 15-20%. Я это даже доказывал. Меня все равно вот пальцем у виска крутили. И сейчас я это еще раз доказал, уже на фактах. Почему инфляция сейчас в Америке формально 4,2%? И почему она в этом году будет 10% до 10? Вся проблема в том, что в инфляционный индекс американский не входит рынок недвижимости. Последние 40 лет он не входит туда. Поэтому, если говорить про фактическую инфляцию в Америке, она сейчас 20-25% в Америке. Потому что основной инфляционный флаг в Америке это дикий рост цен на недвижку. Почему дикий рост? Потому что спрос растет, да? Пилы, материалы подорожали, сырье подорожало. В рамках какой монетарной политики? В рамках политики программы количественного смягчения. В рамках мягкой денежекритной политики. Понимаете? Как следствие, инфляция взорвалась в Америке. Это инфляционный шторм. Пока что в такой, знаете, завуалированный. И, соответственно, а что делать при той ситуации, когда мировой центральный банк агитирует за инфляцию, а американцы как огня боятся дефляции. Они были в том году на пороге дефляции. Они сразу же врубили хуе. Сразу же начали пакет стимулированных принимать. Они делали это настоятельно. Осознанно, с холодной головой. Тогда как-то посадить деньги в такой ситуации? Международная гиперинфляция. Господа, или драгоценные металлы, или, наверное, сырьевые компании. Одно из двух. Я просто много раз проводил пример, что стакфляция американская 70-80-х годов, она повлияла на рынок акций крайне негативно. Потому что в 75-м году, в 75-м, рынок американский фондовый, он рухнул. Он рос до этого 4 года на инфляционных ожиданиях, потом затем в конце его рост был на фактической инфляции. А когда ставку начали поднимать, что произошло с рынком американским? Он рухнул на 52%. Dow Jones на 52%. S&P 52%. Поэтому я и говорю, что в такой ситуации толпа, сентимент толпы, сегмент, он побежит в драгметаллы. Это принято обществом. Что в эпоху инфляции они растут. Там хотя на самом деле в драгметалл чуть другие экономические процессы, но толпа по-другому думает. Понимаете? И как правило, почему цена растет на активы, на драгметаллы, на товары? Не потому что в экономике какие-то проблемы, а потому что сегмент, то есть сегмент рынка, то есть она же толпа, те или иные цены разгоняет. Есть определенные первопричины, почему они боятся того, что деньги их сгорят, обесценятся. И они путем вот этого коллективного разума идут покупать те или иные инструменты, которые, по их мнению, их деньги спасут. Но когда до толпы доходит то, что, блин, мы обосрались, они все продают и цена падает. Вот много нюансов. Но опять же, вот что стабильно в такой ситуации растет, и как потом центральные банки ситуацию разруливают, они сбивают гиперинфляцию путем лютого ужесточения денег в кредитной политике. Там вплоть до 100% могут ДКП ужесточить. Легко. Но они гиперинфляцию потом собьют. И, соответственно, нюанс в том, что если мы говорим про мировой уровень, в такой ситуации, тогда американский доллар сильно вырастет. Вот представь себе, допустим, инфляция в этом году уже формально будет процент в 30-35, а фактически 10-12. Что мы получим через год, через два? ДКП по 5%. Ужесточение. Сворачивание КУЕ, сворачиваем пакет силов и ужесточение налоговой нагрузки на американских резидентов, они же американские компании. Мы получаем автоматическое укрепление доллара в такой ситуации. Понимаете? И в данной ситуации, что у нас получается, если смотреть на горизонт, это драгметаллы и это валюта. Американский доллар в первую очередь. Вот с такой стороны, если посмотреть. Но опять же, много нюансов, которые сейчас нельзя предсказать. Их необходимо в процессе выявлять. Поэтому в данной ситуации все, как говорится, 50-50. Но гиперинфляционный процесс, он работает таким путем, который сейчас озвучил. И вот если критерием выступает форма проявления инфляции, то он различает явную инфляцию, открытую и подавленную, скрытую. Вот подавленная инфляция, то есть скрытая инфляция, она в Америке сейчас. Нам американская власть говорит, что все хорошо, все под контролем. Но ничего нет под контролем. Вот индекс CPI инфляции и цены на недвижимость я вам сейчас показал. Там ничего не под контролем, поверьте мне. И соответственно причина инфляции. Первое, это увеличение совокупного долга спроса. Второе, сокращение совокупного предложения. В соответствии с причиной, обусловивший рост общего уровня цен. И различаются там два типа инфляции. Инфляция спроса, инфляция издержек. Соответственно, если причиной инфляции служит рост совокупного спроса, то такой тип называется инфляцией спроса. Ну, я думаю, все понятно. Соответственно, имеются разные экономические школы. Не там, где обучают, нет. А школы, это такое, знаете, эфемерное понятие. То есть экономические учения, скажем так. Например, в данной ситуации большинство экономистов, представители, как правило, школы, идеи, точнее монетаризма, назовем так. Они считают, что увеличение денежной массы предложения денег приводит к этому выводу из анализа уравнения. Количество теорий денег. То есть так называемое уровнем обмена или уровнем Фишера. Уравнением Фишера. Уравнением обмена или уравнением Фишера. И как отмечал глава, вот монетарная идея, монетаризма, идеология, скажем так, американский экономист Милтон Фридман. Инфляция всегда и повсеместно есть чисто денежное явление. И даже, опять же, в текущей ситуации, да, вот, в рамках идеи монетаризма, мы приходим к субъективному выводу. Что-то работает из него, что-то не работает. То есть, понимаете, если вам кто-то говорит, что вот эта идея правильная, а вот эта неправильная, но вы считаете по-другому, что вот вторая идея правильная, а вот первая идея неправильная, запомнить одно, что в такой ситуации никто не прав. Потому что и в одной идее есть свои плюсы, и в другой есть свои плюсы. Но в данной ситуации вот эти два радикальщика, да, в двух крайностей, они... и тот не прав, и тот не прав. Но при этом золотой середины быть не может. Потому что один будет доказываться правоту, и будет другой доказываться правоту. А третьей стороны нету. Это проблема. Проблема всей текущей экономической теории. В результате сочетания инфляции спроса и инфляции издержек возникает та самая инфляционная спираль. И предположим, что центральный банк увеличил предложение денег, что привело к росту... к росту совокупного роста... к росту совокупного спроса. То есть, к росту роста совокупного спроса. То есть, блин, это какая-то автология, но по-другому я не могу это выразить. К росту дальнейшего роста совокупного спроса. И вот в чем суть. Рабочие снова начнут требовать повышения номинальной заработной платы. Ее рост рабочие обычно поначалу воспринимают как повышение реальной заработной платы и увеличат потребительские расходы. Это все как из книги Карла Маркса «Капитал». Ну, плюс-минус. По сей день это его книга, даже в рамках текущей капиталистической системы, она максимально актуальна, максимально рентабельна. Поэтому, кто не читал, можете прочитать. Вот. Совокупные расходы растут. Кривая совокупного спроса сдвигается вправо. Вот согласно этим графикам. Трем. Вот. Посмотрите на них. Первый рисунок, второй, третий рисунок. Впоследствии чего уровень цен возрастает. При этом растут издержки фирм и кривая совокупного предложения сдвигается то есть влево-вверх. Ну, при этом растут, повторяюсь, ну да, влево-вверх, растут издержки и прочее. Это обуславливается еще больше рост уровня цен. А падение реальных доходов ведет к тому, что рабочие опять начинают требовать повышения заработной платы. Ну, и, как правило, все повторяется снова. Вот. То есть движения идут по спирали. То есть, ну, и написано, каждый виток, который соответствует более высокому уровню цен, то есть более высокому темпу инфляции. В связи с чем этот процесс и получил название инфляционной спирали. То есть, еще раз, есть дефляционная, есть инфляционная спираль. То есть, два вида спиралей. В принципе, инфляционные, вот понимаете, опять же, вот, блин, приходим к одному. И та крайность, дефляционная спираль, и другая крайность, инфляционная спираль, это крайности. Между ними должна быть золотая середина, но, опять же, не точная золотая середина, а вот именно середина, которая находится под наклоном к инфляции. Потому что в случае дефляции мы получаем полный коллапс в экономике, понимаете? В случае с инфляцией мы получаем умеренный рост экономики, с чем будет еще расти потом развитие экономической отрасли к государству. То есть, потребление будет расти, заработные платы, ну, как бы номинально. Хотя не во всех странах так. Например, в России уровень зарплат, он, в принципе, не растет, а инфляция растет. Это уже проблема, я считаю, внутреннего характера. Которую решать, как думают некоторые люди, путем печатания денег, якобы можно решить. А ничего подобного. Будет гиперинфляция, например, в России, в такой ситуации, вот в нынешней ситуации. Гиперинфляция будет. Это, сникерс будет стоить не 59 рублей, а 5090 рублей. Проблема, проблема. И все потом, например, к деноминации. Проблема, тоже проблема. Это те самые экономические потрясения, которые нужно всегда обходить стороной. К сожалению, не все экономисты это понимают. Соответственно, и повторяюсь, рост уровня цен провоцирует повышение заработной платы, а рост заработной платы ведет к повышению уровня цен. То есть, но это присуще, опять же, к развитым странам, в первую очередь. Не развивающимся, а развитым капиталистическим странам. Поэтому я не просто так привел пример, что было бы, если бы белая армия победила бы красную армию. В гражданской войне, в конце десятых, начало двадцатых годов, двадцатого века. Не просто так я привожу такие примеры, опять же. Итог в данном видео я подводить не буду, поставлю троеточим. Потому что на подобном видео я сниму еще одно видео, где более подробно рассмотрим другие с вами макроэкономические элементы, которые все-таки необходимо учитывать именно трейдерам. Потому что вот данное видео, да, я снял не для того, чтобы вам как-то впарить бесплатно именно экономическую теорию. Нет. А я вам ее показал именно на фактах, на пальцах. Как можно решать вот эти моменты, острые экономические моменты, либо национальные экономические моменты острые, либо государственные, либо мировые, неважно. Как можно припарковать деньги, чтобы их защитить. Вот еще раз. По мере роста умеренной инфляции, например, в мире, берем глобальное соотношение, потому что мы придем скоро к тому, что вся планета станет одной большой страной. Сперва мы перейдем этап транснациональных союзов. Там Европейский союз, Евразийский союз, Азиатский союз, Американский союз, Тихоокеанский союз и прочее, да? Потом перейдем уже формат одного большого мира. И вот там уже будет ситуация такая, что будет один национальный банк. То есть планетарный банк. Это не теория фантастики. Все к этому идет, господа. И вот так, к примеру, монетарная политика, политика, которая сейчас осуществляется, реформа ее, она будет направлена на дальнейшую коллобализацию планеты. Вот в чем суть-то. Истина кроется в этом формате, в этом соотношении. Соответственно, и если, например, у нас рассчитывается инфляция в планетарном масштабе, то есть по всему миру, умеренная инфляция, например, до, допустим, 57% в год. Ну, такой умеренный пыл. То, как следствие, основополагающим подходом к сохранению денег это будет вложение именно в углеводородную компанию, по крайней мере, в текущей экономической парадигме. Потому что на факторе умеренного роста инфляции, как правило, цены на сырье, которое номинировано в одной международной валюте, в данном случае в долларе, доллар девальвируется, цены на сырье растут. Еще есть макроэкономический фактор, как предложение и спрос. То есть спрос растет, цена растет, правильно? Вот. И, соответственно, потом прибыли компании тоже растут. Даже если мы говорим, например, про то, что рубль, например, остается в диапазоне 70 рублей, да, нефть торгуется вблизи 100 рублей, 100 долларов за баррель, да, и, соответственно, нефть, номинированная в рублях, стоит 7 тысяч рублей за бочку. Это большая прибыль именно компаний этих углеводородных. Большая прибыль генерирует большой денежный поток. Денежный поток распределяется по секторам в этой компании. И, как правило, продается большее сложные дивиденды, если что. И, соответственно, тем самым курсовая стоимость компании со стороны сегмента рынка уже поддерживается. То есть народ видит, ага, вот компания АБВГД нефть, да, так, 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 стоит 100 рублей, дивдоходность 15% годовых, а давайте-ка мы ее загоним вверх. И рынок так шаблоном мыслей, коллективный разум. И, пак, ее гонят вверх. Вот такая система рынка. Не только у нас, но и, наверное, в мире в целом. Уж, по крайней мере, на развивающих рынках такое присуще. Вот, это приумеренно инфляции, а при инфляции наиболее бурной, ну, не скажу, что прям гиперинфляции, потому что мировой гиперинфляции еще не было ни разу. Я даже думаю, что в текущий кризис ее не будет. Гиперинфляции мировой. Не будет. Инфляция, да, но не гиперинфляция. Ну, и, соответственно, вот, допустим, гиперинфляция, условно говоря, происходит там, в чем-то. Ну, такой форс-мажор наступает. Как сохранять деньги? Соответственно, можно выбрать именно драгоценный рынок, то есть, драгметаллов, да, либо, как правило, рассмотреть валютный рынок, то есть, той страны, которая является первоисточником растущей гиперинфляции в мире, потому что, так или иначе, потом монетарные власти будут денежно-кредитную политику ужесточать тем самым. Как следствие, значимость и цена на данную валюту, она будет расти. Это мировая валюта. Ну, в данной ситуации, это доллар. То есть, тут схема выглядит именно таким образом, которую, так или иначе, все равно необходимо понимать. Вот. В принципе, на этом все. В рамках дефляционной модели экономики деньги нигде не защитишь, кроме как кэша, да, потому что, если держать, к примеру, на счетах, то есть, на... Ну, в пределах рынка. Ну, цены в бумагах, в недвижимости, в облигациях, акциях, там, товарные рынки, драгметаллы, все это будет с нее падать. Потому что сегмент рынка, вот именно широкий сегмент, будут деньги выводить. Первая причина будет это страх. Такое устрашение толпы, то есть, коллективного разума, о том, что вот началась дефляция, мы деньги потеряем. То есть, покупательная способность будет расти в рамках дефляции. В то время, как в рамках инфляции покупательная способность падает. Ну, и, соответственно, они будут просто сентиментально выводить, 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 и тем самым цены будут падать. Потому что продажи будут в рынке доминировать. Вот это все в рамках дефляционной модели. Но пока, в принципе, глобальной дефляции не было, ее не будет. Будет просто традиционно умеренно растущая мировая инфляция, и все. Даже не гиперинфляция, а мировая, там, ну, 3-5% в год вполне. Может, поменьше. Даже после текущего кризиса. В общем, эти факторы необходимо учитывать вообще всем трейдерам, инвесторам в том числе. Особенно трейдерам, которые торгуют на рынках товарных, сырьевых, ну, товарно-сырьевых, драгоценных, и рынках акций в том числе. Ну, и облигаций, валюта в том числе. На этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте это наши телеграм-каналы, в четвертом пункте это наш инстаграм-канал, в пятом пункте это вконтакт-группа. На все эти ресурсы подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. И, соответственно, помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия нашей главной союзники. Благодарю за внимание и до свидания. Продолжение следует...